Немножечко все освежили, теперь продолжаем И приглашаем на эту сцену умницу, красавицу, мультиталантливую личность Саксофонистку, вокалистку, поэтессу Девушку, которая умеет импровизировать, которая читает тексты и поет Которые просто попадают в душу Очень харизматичная Анечка Шадрина У-ху! Здравствуйте! Всем привет! Аплодисменты 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 Немножечко Аплодисменты Аплодисменты I am empowered to do as you please My mind was lost in translation And my heart has become a golden depressing machine Leave me alone I was dissociated from you I got out of control I take all threads in my hands And now I am being alone I hear free sounds of the world No, come on I got out of the closet I got out of the closet I got out of the closet You have no power for me I won't let you control my feelings anymore And I will no longer do as I am told And I am no longer afraid to walk alone Let me go Let me be I will scare you From your feet You will never Have me again You will never You have to walk alone And now I cannych Deb cog You will never Сейчас я хочу исполнить всем известную песню Enjoy the Silence и сопроводить ее стихотворением в переводе Тютчева «Силентиум». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 начинает говорить во весь голос, уже в принципе даже может рифмы делать очень серьезные. В общем, поздравляю, вы молодцы, ребята, у вас очень клево вообще все получается. Я думаю, что да. И Ланочка-звездочка, конечно, этого всего мероприятия. Молодец. Молодцы, да, да, давайте так. Молодцы, молодцы. Да, молодцы, молодцы. Я, да, я, наверное, какие-нибудь прочитаю лучше свои любимые стихи. У меня сегодня не пришел товарищ, я, собственно говоря, ему стих посвятил в свое время. Ну, он стал после, там, долгого потом еще времени общения моим другом. Но, тем не менее, меня просто поразил его жест в один момент, когда мы еще не были особо знакомы, просто так только познакомились. Называется «Почетный торт». Стоял он, важно, величаво. И ждал, поблескивая эксклюзивным кремом, когда какой-нибудь богач, курчавый, его с чревоугодием своим согреет телом. Он выселся над всем, подобно Стелли, и на столе был главным экспонатом. Слоями покрывали запахи ванили, он шоколадной крошкой был, как лаврами усыпан. И слюни сами постепенно выходили из голов взглядов ненасытных. И вот среди вороньей стаи явился миру покровитель снов. Тот торт все долго со слезами провожали в один из детских воспитательных домов. Вот, ну то есть он купил торт, и вот вместо того, чтобы съесть его самому, хороший такой, отвез в детский дом, подарил такой вот был жест. Мне очень он вот так вот запал в душу. Следующее стихотворение, наверное, будет про «но», потому что «но» всегда такой рубеж вообще в жизни, всегда какие-то вопросы с «но» связаны. «Но» перечеркнет все, что было сказано «до». «Но» — это кордон, слово «парадокс», как уныние, звучащее задорно, как ботаник, записавшийся на кокско. «Но» вызывает панику в умах, оно спрягает гениальность и идиотизм, вызывая интерес, но усиливая страх, любое стремление превращая в атомизм. «Но» все смазывает и зализывает, оно разделяет пополам смысл и суть, «но» — это самоубийца, ходящий по карнизам, «но» в чистый выбор добавляет муть. «Но» многим не дает заснуть, полоснуть по сердцу этим «но» не торопись, его бы поглубже в глотку засунуть. «Ты лучше прыгни в омут, но спасись». У меня есть хулиганские стихи, если хотите, но тут дети уже ушли, нет? Просто это один из последних стихов, которые я написал, но в нем есть нецензурное слово. Оно, в общем-то, многим не знакомо, но в нем нецензурный корень. Давайте, можно чуть-чуть, да, похулиганить? Называется стихотворение «Пиздуйск», извиняюсь, но в самом названии заключено весь ужас, нецензурщина. Это вот «Собрался и поехал». Ну, не так далеко, как в «Пиздуйск». А собрался и поехал. Лишь бы только бился пульс. Сел в вагон, стучащие колеса, и попиздил сквозь леса и рожь. Или сквозь снега и звезды. Главное, «Пиздуй, куда ты хочешь». Будь свободен, помни, мир, игруха. Он такой, каким его увидишь ты. Мчи с улыбкой ты от уха и до уха. От увиденной в пиздуйске красоты. И не буду вас утомлять. Я просто тут вроде была тема «Я могу». Я чуть-чуть, не знаю почему, просто вот там чуть-чуть написал на эту тему. В процессе перемещения сюда несколько строчек. Не знаю, почему именно такие, но вот так вот написалось. Я могу забыть плохое и не обращать внимания на зло. Только бы оставили в покое. И отныне бы во все увезло. Опыт налагает отпечаток на все то, что я могу. Недостаток знания, как и курчавый завиток, неизбежно приведет в синагогу. Я могу забыть плохое, лишь бы никто не напоминал. Ведь я знаю, как мир устроен. Я могу. Сделал, а не сказал. Все, спасибо большое. Очень замечательный вершин. Все, пока.